я на эликсире пишу наверно больше чем некоторые хотят писать потому что у меня на эликсире несколько проектов продакшен и с проблемами которые я сталкивался в эликсире можно говорить часами но я сейчас не о проблемах а о фичах хочу рассказать доклад мой называется очень поэтически вот и тут надо еще добавить с эликсиром вот и с фениксом или там с чем у вас там сегодня вот но основная идея это то что эту хрень можно сделать совершенно на любом языке с любыми технологиями но эликсир дает возможность сделать это удобно и там без лишней писания и без джаваскрипта но в это собственно основная фишка можно сделать можно на джаваскрипте писать на любом языке вот как то так вот сразу хочу сказать что в принципе как бы я ну люблю джаваскрипт я доклад этот прошлый раз рассказывал в зале где сидела большинство джаваскриптизеров и и они как бы такие сразу название прочитали аннотацию прочитали там написано будет писать приложение без этого вашего гальонова джаваскрипта а может микрофон нужно брать или без этого вашего джаваскрипта а вот они такие что за доклад пойду сейчас поспорю с ним поэтому расскажу они такой слайд ставил я люблю джаваскрипт они такие а с чем спорить вы любишь науки но стоит добавить что в браузере он самый лучший да потому что все остальные в браузере языки так себе а вот джаваскрипт нет да потому что их там нет вот а на сервере джаваскрипт ну как бы не очень ну там много всяких причин но сейчас не об этом да это существует две теории замечательные теория номер один это какой бы язык какой бы фреймворк вы бы не начали изучать через полчаса вы все равно будете дебажить джаваскрипт это первая теория и вторая теория это 200 но 1 вот значит в принципе о джаваскрипте я уже все рассказал вот и вот как-то с джаваскриптом не люблю я его ну простите вот я думаю что вы где-то со мной как бы согласны существует в принципе все 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 приложения я хотел бы поделить на три вида вот первый вид приложения сейчас слайды них они помнят разверну первый вид приложений в общем и целом я бы назвал приложение лендинге ну или какие-нибудь такие приложения которые не очень сложные ну допустим там приходят дарят насколько тебе надо написать это приложение такой сидишь думаешь недели две недели две вот это вот они то есть что бы там ни было написано будь то интернет-магазин будь то там программа учета склада будь красивый лендинг или что-то еще вот всех можно объединить в некое одно один вид приложений который в принципе легко конструируется плагинами и такими наборчиками готовыми уже решениями просто скачал заим по инсталлил и все но как бы работа это первый вид приложения второй вид приложения все нормально второе приложение я бы назвал этот те которые уже существует хер на сколько лет они вот как-то там работают у себя в интернете и специалист который в нем разбирается очень дорогой потому что если привести мало специалиста который ничего не разбирается скажет елки-палки надо тут все переписать срочно ну как правило надо все переписать и называть другой язык ну сумму что все же сумму называют побольше вот это второй вид приложения и третий вид приложения это вот как бы приложение которое вроде сейчас очень похоже на лендинг а вот в будущем они как бы обещают быть энтерпрайзом вот это вот третий вид приложения в интернете он называется как минимально жизнеспособный продукт вот я бы его называл ну да вот эти два вида приложения слайд внезапный какой-то непонятный эти два вида приложения я бы объединил и сказал что вот хочется чтобы было вот так чтобы мы писали одно и потом она когда-нибудь становилась вторым вот и второй вид приложения и второй вид приложения тот который mvp вообще я бы по-другому называл но об этом чуть попозже самая главная проблема mvp приложений это рост и причем рост кодовой базы на самом деле дохереща проблема мыши со сопрограммирование говорим и получается если мы пишем и делаем какое-то решение и через две недели надо уже там 500 фич вокруг этого решения то надо как-то посидеть подумать что-то там сделать так чтобы просто было рефакторить то есть неважно насколько сложна эта фича которую вы делаете неважно насколько эта фича которую вы делаете она красиво написана значительно важнее как просто ее перехерячить и причем переписать эту фичу которую хочется переписать надо вот на что угодно там сегодня она корзину делает а завтра она должна учитывать пользователей онлайн и это две совершенно разные штуки вот она эволюционно может прийти к тому что одна и та же штука будет делать совершенно разные что чем о стартапах так говорят типа стартап не стартап если три раза не поменял свое вектор движения там сначала он был continuous integration сервер потом херак трекер учета времени вот это самая главная проблема в принципе приложений и приложения которые пишутся стихийно или вот как это ситуативно да вот мы сейчас берем пишем даже сейчас фичу надо делать вот мы садимся и пилим они вот похожи на некий поезд приезжает и вот он едет едет и как бы хорошо вроде едет но лучше короче чтоб не ехал и я в него не не сяду в этот поезд как то так пусть он закроется он едет я следующий слайд включу потому что через реагивку готовил вот и вот эти приложения которые или mvp или интерпрайзе сейчас не говорим наша задача сейчас сформулировать как правильно использовать эти mvp наши вот у mvp есть несколько штук которые можно вот как-то раздеребенить на отдельные запчасти и думать о них отдельно не обязательно писать отдельно но думать точно их отдельно можно первое это нечто куда что-то куда-то сохраняется причем опять же не стоит думать об этом как допустим о постгрессе да или причем персистенсом вполне может быть там память которую вы периодически дампите на на жесткий диск и не палитесь или но бизнес-логика это собственно простыми понятными лаконичными строчками надо что-то такое делать чтобы тот кто такие строчки потом будет читать рефакторинг чтобы он не охреневал что тут происходит потому что иногда охреневаешь вот и есть штуки которые в принципе в mvp они не так важны и на которые в принципе стоит забить даже рекомендуется забить допустим на всякие api на всякие ui стоит забить там красненькая эта кнопочка зелененькая если ты наводишь мышкой анимируется реанимируется в mvp об этом как правило не думают да или там всякие клевые фишки я назвал интерфейсный сахар по аналогии с синтезическим сахаром а вот это такие штуки которые ну можно сделать по-другому ну допустим там я не знаю редактирование пользователей редактирование продуктов да можно как сделать редактирование продуктов отдельная страничка загрузил что-то там обновил потом версионирование потом там транзакционность и всякое такое там соблюдаете а можно сказать никакого редактирования продуктов хочешь отредактировать продукт удали продукт создать продукт ну решение елки вроде как решение ну я пример с потолка взял но смысл где-то такой и получается отсутствие редактирования как фичи вполне себе может быть в mvp потому что в mvp можно пожить с удалить создать а вот там и собственно это определяющая основа mvp этот набор тех фич который без которых приложение не может существовать я бы называл mvp все называют mvp я бы его не называл бы mvp потому что вот это вот минимальный жизнеспособный продукт это такой такая штука которую под которой можно притянуть за уши все ну там типа ну без верхования ваш меню не можем мы жить вроде как не можем давайте сделаем его подачи все равно сделаем меню ну да давайте сделаем его подачи ну раз мы его сделали выпадающим давайте сделаем чтобы был второй уровень это я сейчас просто про интерфейсный элемент говорю а если с точки зрения там функциональности там ну редактирование продуктов по-любому надо делать ну куда же без него мы все равно его потом будем делать да ну давайте сейчас сделаем это же несложно он сделал редактировать блин а версионирование а давайте еще версионирование прикрутим просто version 1 version 2 пишешь и как бы создаешь и оно все работает так версионирование сделали а теперь же надо корзину реализовать так чтобы она правильную версию брала и там эти фичи фичи за 1 за 1 цепляется и mvp разрастается в такой enterprise еще до запуска как правило от этого стараются все уйти и заказчики или там стейхолдеры кто-нибудь тот кто принимает решение как правило не у всех и у меня в том числе есть такая штука называется боязнь релиза это сейчас запущусь не с готовым продуктом она все на хер упадет и меня будут ненавидеть весь мир потому что я там сделал плохой продукт и больше не смогу ничего поэтому у меня есть один шанс надо к нему хорошенечко подготовиться вот мне когда-то я работал с товарищем который делал одностраничное приложение там ровно одна страница была там даже регистрироваться не надо было мы его делали около восьми месяцев вот мы три раза меняли полностью дизайн там два раза вообще концепцию менялись всякое такое и в результате он запустился естественно но не стоило восьмилисичных затрат потому что ну это черт побери одностраничное приложение все потому что у него была боязнь релиза так вот mvp я бы называл не mvp а mpp максимально я вот даже расшифровал максимально болючий продукт вот надо сделать так чтобы в этом mvp пользователям было больно вот если вам кажется что вы как-то помогаете пользователям вот вы значит что-то уже делаете не так надо так сделать чтобы пользователи терпели чтобы они чтобы они напрягались и ненавидели вас за то что у вас там недостаточно что-то красивое недостаточно там фич добавлено там типа редактировать продукт блин не мог нет кнопки редактировать как же это сделать вот пользователь должен собраться с мыслями придумать способ как же сделать редактирование продукта ну естественно он придумает он удалит продукты создаст новый вот и вот вот это вот есть более красивое на мой взгляд определение mvp это mpp мне я долго пытался придумать слово на букву v чтобы mvp оставалось mvp просто по-другому расшифровывалось ну я что-то как-то не приду нормально да по-другому это переводится как пусть пользователи страдают иначе ничего не ничего не получится как по мне вот и при проектировании мвп на мой взгляд самым простым способом самым простым способом является создание приложения которое работает как в двухтысячных запрос-ответ нажал что-то кликнул куда-то пошло все на сервер вернулась полностью что это это по стариночке это такой себе олдскул но тем не менее эту штуку проще всего делать потому что медленно больно как раз это не медленно почему медленно типа трафик ну нет сейчас там приложение которое я могу продемонстрировать которая сделана по такому принципу там за один реквест 170 килобайт не зазипованного не зазипованных данных каждый раз отдает полное что я маленькой тебе повезло что это не 5 мегапарда ну а когда я загружаю джаваскрипт ну не пользовался инвиженом прекрасный инструмент особенно мне нравится кликать по ссылке который мне там кто-нибудь прислал на инвижен ты кликаешь можно чай против заварить вот потому что он там сначала тут покрутится потом интерфейс подрузит потом в каждом уголочке тут что-то крутится потом она раз подрузилась и оп и быстро работает ну как в анекдоте знаете типа когда я открываю сайт с реактом я оставляю вкладочку открытый сайт прогрелся вот где-то где-то вот так но а браузер у нас вроде как бы готов уже рисовать html черт побери он урлы сам меняет он правильно все рисует но мы говорим браузер отойди мы сами урлы поменяем мы сами все перерисуем мы правильно сами данные обновим всякое такое это безусловно хорошо когда у нас есть one page application такое красивое оно обновлябельное там все-все-все такое клевое это безусловно хорошо но это дурако сделать обычные html который респонс реклез тупо дешевле нам по крайней мере не надо орду джаваскриптизера нам достаточно одного бэкендера он все сделает вот это собственно основная идея это давайте в mvp делать вот такие вот приложения и тут становится проблема проблема какая-то что вначале мы сделаем вот такое приложение а потом же мы хотим красивый react.js со всякими вот этими ништячками так как джесовскими когда все обновляется все такое летает и в общем и задача у меня такая же стала перейти от бэйсика что такое приложение к one page application так чтобы полреквестики были маленькие не надо было все перехрячивать и на каждый после каждого полреквеста приложение продолжало работать это вот как бы основная задача замечательный слайд который я вообще заменил как бы да я в принципе топлю за ruby on rails за медленный неудобный удобный медленный язык вот с достаточно таким громоздким фреймворком как за инструмент для простого и легкого прототипирования когда я услышал о фениксе рельсах о фениксе аликсире я думал что это клевая замена рельсам но пока еще все еще нет потому что ну допустим библиотека которая называется simple form в рельсах она позволяет там за три строчки сделать очень очень красивую штуку которую можно прям в продакшн суть к сожалению там на фениксе мне три строчки не получится написать мне нужно писать больше мне там надо заботиться о тех штук о которых я в рельсах могу даже не знать да вот это замечательное CSRF token вот в рельсах о нем там спроси молодого юного бойца через два года работы с рельсом что такие CSRF token очень большая вероятность того что он не скажет что такое CSRF token да и потом эти бойцы оставляют такие маленькие бирки в безопасности размером со всем приложением безусловно это да но мы сейчас говорим не о том как воспитать бойцов а о том что фреймверк умело это скрывает дополнительные уровни амстракции в фениксе к сожалению об этом нужно думать все еще я думаю что когда-нибудь уровень библиотек поднимется настолько что можно будет сказать что эта фракция не протекает но пока все еще нет вот поэтому рельсы хороший инструмент для прототипирования там все плохо с памятью там все плохо с производительностью но для прототипирования сойдет вот в фениксе на эликсире в принципе он же писался людьми которые вдохновлялись рельсами как-то вот как на фреймверке и там тоже будет все хорошо поэтому в принципе если начинать сейчас новый мвп я вот начинал на хениксе хотя бы потому что хотя бы потому что это модно сейчас как-то так вот но основная идея все та же мы берем респонс и делаем и отвечаем полностью все что и мальку всему всему браузеру в принципе по большому счету это может быть любой фреймверк там php не дай бог или там java упаси господи но может быть это не обязательно должны быть фениксы но опять же повторюсь это удобнее всего делать на рельсах фениксов в чем идея мы берем все кстати я такой вопрос кто-нибудь знаком с рельсами вообще на уровне написать простенькое приложение ну хорошо кто не знаком по умолчанию все знакомы хорошо будем говорить о александр я вас прошу значит у нас есть папочка models в папочке models у нас лежат наши модельки всякие юзеры продукты проекты мы каким-нибудь образом делаем делаем вызов метода после каждого сохранения этого продукта или юзера делается это в принципе очень просто есть в там том же пазгрессе попсап можно настроить этот попсап и сказать только что-то сохраняется обновляется пожалуйста меня вот золотый тут зовут эту веревочку дерни ну кулбеки это зло вообще чего колбеки это вообще зло надо стараться сбегать спорное утверждение почему ну потому что иногда ты ты не всегда можешь контролировать в определенные моменты времени что у тебя происходит в этих колбеках то есть тебе кажется что вроде окей все работает но потом закрадывается какая-то супер божина и ты такой сидишь два дня думаю сейчас вы сказали такую штуку где слово колбеки можно заменить в принципе на что угодно в принципе на что хотите колбеки зло база данных зло жесткие диски зло и там все остальное у вас не поменяется оно не контролируемо в некоторых случаях происходит страшные божины поэтому ну вы же программисты ну скажите автор дейтер и все колбеки они не очевидны для процеду для дебаггинга в принципе так это ж черт побери феникс тут вообще для дебаггинга все не очевидно почему это в рубе все не очевидно нет ну подожди в рубе там один поток в рубе есть один поток и там как раз для дебагга все очевидно а вот тут зашел и вот тут вышел на самом деле там в этом контексте есть полтора десятка объектов которые между собой как-то вот объекта может быть хоть три миллиарда там вот так вот все вот так вот они стоят один за одним я next 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 и оно мне по очереди всю цепочку пройдет в рельсах там вообще по другому никак потому что там один поток в нашем замечательном фреймверке там вот как-то объекты которые между собой общаются они делают вот неочевидность благодаря тому что можно вместо хэндл каст сделай все и там уже пошли неочевидность это уже вопрос реализации ну я сейчас говорю не о реализации а о концепции то есть первое первое отвечаю на ваш вопрос callback и зло как и все остальное да зло больше я не на войны больше зло чем callback или там убийство это значительно хуже чем callback ну да любители сапковского основная идея состоит в том что нужно получить какое-то уведомление после того как объект был сохранен как вы это сделаете это ваши личные проблемы можете это не делать callback это вполне нормальная практика когда вы в одном трейде после того как вы что-то сохранили вызовите какой-то метод можно делать что-то базы и потом гис каждые Александр, успокойтесь основная еще раз идея это убедиться в том что мы знаем о том что что-то поменялось в системе в чем это поменялось оно на самом деле должно все вы должны все изменения на уровне ну допустим базы собрать на уровне фреймверка тут уже не суть в рельсах это собирается очень просто в фениксе это собирается еще проще чем в том и другом месте взятом только надо чуть-чуть подумать вот мы собираем эти все данные и значит я нажимаю и нажимаю и значит в результате каждой каждого апдейта мы придумываем строчку строку стрим придумываем вот такую строчку эта строчка она в принципе очевидна я их не буду комментировать но вот на каждое действие в системе должна придумываться вот такая строка и причем вы должны как это смотреть на эту хрень и понимать что происходит в системе то есть в данном случае ты все таки не про callback в базе программы пошел халивар а про бизнес ивенты с аналогового аппликейшн конечно конечно я про callback ни слова не сказал я сказал у вас в системе должно быть нечто такое которое вот говорит допустим про автосайнап и тут мне сказали зала callback это зло ради бога у вас может быть зло что угодно я совершенно не против а я понял почему оно не клацалось оно на самом деле клацалось просто я этого не видел callback могут быть те самые совершенно любые и они могут вызываться с совершенно неожиданных мест после того как пользователи логиниться вы можете это ловить на уровне базы данных когда у вас там не знаю last sign in add поменялся либо на уровне контроллера либо где-нибудь еще я не знаю вашей архитектуры вот ну afterpay тоже такая хрень которая происходит непонятно где не исследуя самого приложения так вот после того как что-то происходит в системе вы составляете вот такую строку и ну пока просто запоминаете ее да составляете вот такую строку все запомнили эту штуку пункт номер два это шаблонизация шаблонизация где угодно в частности в фениксе сделано достаточно удобно это у нас есть папочка папочка это называется как правило именем контроллера вовсе не обязательно но как правило вот и вот это вот папочка содержит там нажимайся елки-палки нажимает ну нажимай нажимать содержит какой-то файлик который там рисуется по какому-то экшену вот и как правило у нас этот файлик настолько большой становится что нам хочется всяких паршалов и вот они как-то вот лежат вот так как-то так же и называются да у нас же символ подчеркивания означает что означает что это не экшен я просто паршал я тоже вовсе не обязательно вот и вот у нас есть некий набор паршалов который носить на когда мы смотрим в браузер он выглядит так вот ячеечками красиво по-моему прекрасно и что короче какая у меня основная идея это расширить крат кредит рейд аптейт элит еще одним глаголом этот глагол мы называем парша появляется крат вот на самом деле там же есть тоже не бесит краб ни один товарищ сказал кругу чего чего такой кругл я что это такое ну как ты что не знаешь ну кругл это же крей трейд аптейт делит лист я такой елки-палки действительно в краде что списка не хватает где индекс в краде поэтому вот круглп вообще какое-то название получается какого-то вайберс вот и паршал это экшен отдельный который в принципе равносилен шоу который который равносилен риду но с одним исключением мы как когда отправляем в паршал запрос на сервер типа паршал опять же как вы его сделаете ну мне в принципе пофиг либо вы метод паршал сделаете либо хедр какой-то дополнительный пробросите либо как-то в урле его тупо допишите мне в принципе это не важно и калбеки это действительно зло вот и да и паршал и зло и урлы тоже зло поэтому оно все зло но смысл в том что паршал он равносилен риду с одним единственным исключением допустим у вас есть новый тип http запроса паршал он с одним исключением это вы говорите какой тип данных вам отдать какое какое подмножество данных вам отдать и он возвращает не мудрство и лукаво он возвращает равносилен гету он тут должен был слайд о котором говорит что он возвращает исключительно паршал тайтл то есть он рендерит весь экшен шоу или равносильный этому экшену шоу и отдает только тайтл больше ничего но без всяких боди без всяких всех остальных просто вот этот кусочек это вторая часть запомнили то есть у нас есть некая строка из первой части и второй части у нас есть некий http запрос на сервер который у нас возвращает кусочек html и третья штука это веб сокеты мы получается ну и собственно и паршал рендер это мы соединение у нас есть на странице вот такая вот штука и мы берем к этой штуке дописываем два дата атрибута это какой веб сокет слушать и когда в этом веб сокете что-то произойдет по какому урлу запросить html сделать inner html это же replace html сделать в принципе все ну то есть после вот этого у вас страничка становится полностью live update она обновляется вся сама без вас ну можно конечно постараться и сказать что у нас вот этот вот паршал обновляется там по десяти случаев когда мы юзер обновим когда мы проект обновим с этим юзером когда мы там не знаю permission этого юзера обновим и прочие штуки поэтому channel у нас меняется на channels опачка горит вот на channels меняется и там в каком-то формате начинаем перечислять все channel на которые мы подписываемся но паршал у нас все равно будет один также можно там да возврат вот этого веб сокет канала на самом деле может быть пустым и тогда если он пустой мы не мудрство и лукаво говорим ребята просто идем за паршалом просто его возвращаем и просто все но на самом деле он может быть ну слегка умным он может вместе с веб сокетом передавать какой-то минимальный набор данных веб сокет плохо там запихивать несколько легабайт данных потому что тупо нерационально ну вот какие-то цивилизованные там title или что-то подобное в принципе засунуть можно вот и вот если у нас есть вот такие данные веб сокеты у нас есть ну что-то я не знаю на вашем любимом фреймверке написанное которое говорит что ребята вместо того чтобы когда приходит события по веб сокету вы вместо того чтобы дергать htp запрос парка вы вызовите там вот эту функцию и эта функция она возьмет данные что-то там генератор html replace рендер что у вас сегодня не важно и после этой штуки у вас есть вот такая архитектура значит на сервере мы что-то там рисуем и на клиент это можем доставлять двумя способами либо через веб сокеты либо http response через веб сокеты мы доставляем кусочек html который у нас в общем есть потом он обрабатывается так или иначе ну либо html либо джаваскриптом но джаваскриптом в случае веб сокетов в случае http он сразу идет в html в принципе такой архитектуры достаточно там чтобы написать быстрое live update приложение ну если вы хотите полного эмуляции one page application подключите какой-нибудь как он в рельсах называется он не в курсе есть в телеграме канал веду его я если придете я буду рад гостям заходите не стесняйтесь кто еще не там потому что тут а о чем канал там по всякой около айтишной фигне о философии канал можно вот этот весь механизм посмотреть вживую где-то да значит мы сейчас разрабатываем приложение ну я не представился вначале да я работаю в компании simon.io и мы молодые стартаперы не стартаперы постоянно крутые вот и одно из наших приложений это не только не смейтесь пожалуйста это трекер учета задач и времени ну jira-like там всякие такие штуки или Trello все там удобнее проще мы начали его делать потому что все остальное не очень и ну у нас там есть какие-то всякие концепции но я сейчас не приложение пришел даже PR и мы его начали писать именно таким образом то есть мы его сделали сначала basic http и сейчас оно находится на стадии еще находится до редаксовой стадии работает оно достаточно быстро ну интернет тут позволит я может быть покажу ну знаете как на демке я сейчас начну клацать оно все сломается ссылку 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 разные фразы да сейчас я пароли введу просто идея не нова это реализовывал еще даже приватбанк когда-то я помню когда еще не было 3G и вот была такая идея кусками загружать куске html вот то грузилось оно все на очень неприятно и как бы ну у нас грузится все очень приятно я не знаю ну ну опять же вот допустим в начале по клику когда вы делаете обычное приложение с кликом обычным да вы как это делаете ну в рельсы вообще это канон некоторые считают сейчас тех кто пришел и рельсов не нюхал считают это вообще каким-то жуткой вообще антипаттерном это когда ну ссылка превращается в аджаксовскую ссылку и сервер такой видит ага ко мне пришли аджаксом надо что-то в ответ сказать и отвечает не джейсоном а отвечает java мать его скриптом и на клиенте этот java скрипт и валится ну вроде казалось бы бред ну елки палки что-то вообще за механизм такой непонятный но тем не менее можно конечно в ответе написать alert 1 все так с этого собственно начинают а вот ну а потом пишется там доллар найти элемент точка replace html потом пишутся кругленькие скобочки потом пишутся рендер паршала прям сюда и как раз сейчас я такой ну это это не фигня это не фигня это вполне себе рабочий паттерн может быть есть какие-то лучше но для может есть какие-то другие ну это отличный паттерн для того чтобы там написать быстренько ajax без фреймверков вообще вот и в принципе с этого наверное стоит начинать но после того как у вас появятся вот эти вот вебсокет ответы да то у вас все ajax ссылки отвечают в ответ nothing true 200 с пустым боди короче после этого вы нажимаете на кнопочку и вот тут самое интересное у нас был баг Сергей в зале как раз с этим багом сталкивался не даст соврать получается у нас был баг мы этот треугольник я вам должен рассказать есть браузер в браузере юзер нажимает на кнопочку мы идем ajax на сервер на сервере мы там не знаю сохраняем что-то в базу даун что-то там сохранили обновили сервер вебсокет серверу говорит слушай чувак вот тебе строчка которую мы там сгенерировали пожалуйста сделай пуш в браузер чтобы этой строчке что-то поменялось он пошел на вебсокет сервер вебсокет сервер такой опа все мои кто подписчик слушайте отправляет в браузер эту ну вебсокет канал браузер такой ёпарас это тут поменялся паршал надо же его срочно обновить идет на сервер говорит ты только что кликнул по вот этой херне а давай теперь мы ее заменим то есть вот это вот вы понимаете треугольник этот он идет на сервер с типом паршал забирает оттуда паршал обновляет и у нас старые данные мы такие ёлки-палки что за дела короче оказалось что рельсы настолько быстрые и поворотливые что у нас комит в базу данных с вот этими с рельсами со всякой херней он проходил дольше чем вот этот треугольник облетал вот поэтому мы в результате там автор create заменили на автор create он комит и оно стало перестало божить с фениксом это проблему вы столкнетесь даже прям сразу же столкнетесь потому что феникс он зараза быстрый и поэтому вы этот треугольник будете облетать быстрее чем отвечать аджаксом ну ладно не быстрее но сопоставимо с ответом обычного аджакса чтобы это показать надо запустить два браузера запусти давайте попробуем я не знаю а можно тут как-то стой стой а я понял надо тут нажимать как-то вот так надо зажать на зелененькую да спасибо да да и тут надо вот так сделать да ёшкин кот извините сейчас я так зажать на зелененькую сюда тут закрыть надо сначала все я понял спасибо пазл видимо у них MVP поэтому они не доработали вот ну получается две одинаковые вкладки вот мы заходим в одну из них ну и получается меняем состояние вот вот это вот вы мою мышку видите же вот это вот штука сейчас такого же желтого состояния как и вот эта штука потому что это открытая задача внутри ну вот и мы получается меняем ей статус вот он такие оп и оно поменялось ну это вот то что работает сейчас оно работает ровно так как оно работает причем заметьте тут ноль джаваскрипта я помню когда появился первый первый фрэк контроллер и вьюшки там Думаю, перепишу-ка я часть своего уже поделья на бэкбоне. Думаю, начну с менюшки. Маленькой менюшки сверху. Я, чтобы сделать одну менюшку, мне пришлось создать порядка 10 джеласкриптовых файлов. Контроллеры, вьюшки, состояние, какие-то модели, синхронизация. Ну, короче, там такой хрень. Я потом это все удалил одной строчкой на сервере. Одной строчкой, одним файликом из трех строчек сделал на сервере и успокоился. В принципе, у React чуть получше с этим. Но, опять же, он все еще далек от идеала. Ну, поэтому, опять же, за ноль строчек кодов, если я запускаю вот здесь вот... Ну, я сейчас открою. Вот здесь вот сверху тоже есть желтенькая полосочка. Она меняется на синенькую полосочку. Тут же, сразу же, без всяких... Вот, вы видели задержку в правом браузере, потому что по каким-то там интернет-причинам она обновилась чуть позже, чем здесь. Ну, ок. Опять же, ну, эта штука, она работает со всем. Вот у нас там есть список тегов. Я там нажимаю на тег, он у меня выделяется везде сразу, вообще, без проблем. Опять же, за ноль строчек JavaScript. Это самое главное. Я получил OnePage Application. Ну, и опять же, подключив вот эту штуку .js, забываю название, Turbolinks. Turbolinks.js, я еще получил подобие JavaScript, JavaScript OnePage Application, потому что он обновляется, у меня нет ощущения того, что я перехожу на отдельную вкладку. Он еще и там что-то кэширует. Я там кликаю, он мне такой оп, и открыл. Ну, без всяких штук. Еще вопросы, может. Вы упоминали, что DMP очень важно потом иметь возможность все форефакторить. Если вы захотите использовать какой-то фронтовый фреймворк потом, то больше сейчас, для того, что вы сделали, ну, там, темпетик, наверное, всякое такое, турболинки, все равно надо выбрасывать. Частично, да, ну, в смысле, по очереди. То есть вы на всей странице заходите вот эту штуку переписать на React. Вот надо не писать body, div, id, app, div закрыли, body закрыли. Вот, если вы изберете такой путь, то, ну, вы пойдете не по тому, не по той стратегии, которую я предлагаю. Вы пойдете по какой-то другой стратегии. Вот, поэтому надо брать вот тот div, который вы хотите переписать, заменять его на отдельную React-компоненту. Потом вот тут заменили тоже на React-компоненту. Ну, потом их там дружите через редакцию, через один большой редакс, потом оно сольется все в один большой экстаз, React.js, вот, и этот весь один большой React.js начнет в результате, когда-нибудь в будущем, станет div, id, app, но... Приходилось такое уже делать или что-то подобное? Что-то подобное? Да, приходилось. Вот в этом проекте мы сейчас находимся на этапе... Давай, вот... У нас тут есть строчка внесения времени. Сейчас тут закрою. Вот, строчка внесения времени, там, нажимаешь на кнопочку, у нас там снизу появляется строчка, куда можно время вносить, и время вносится тут. Вот, мы хотим эту строчку заменить... Одну вот эту вот строчку хотим заменить на React.js-компоненту. И, ну, все шансы, и мы знаем, как это сделать, просто у нас тупо не хватает разработчиков, чтобы делать все сразу. Как-то так. Я ответил? У меня есть вопрос. Вы к этому способу пришли опытным путем, получается, что... Ну, как и все, через боль и страдания. Когда вы разрабатывали, допустим, какой-нибудь другой MVP, вы пробовали сразу прикручивать React с другими либами, то получалось, что в этом случае вы быстрее разрабатываете, чем в том случае. Не быстрее. Смотрите, тут самое главное не быстрее, а, возможно, даже медленнее. Ну, если говорить о конечном результате. То есть, допустим, если посадить спортивным программированием заняться, вас за один компьютер посадите, меня за второй, да? И сказать, давайте быстренько захерячим вот это приложение. Вот. И скажем, что, типа, заказчик или кто там, проверятор, судьи, да, уйдут, и через месяц вернутся и сразу будут смотреть результат, да? То, скорее всего, вы сделаете это быстрее. Потому что вы сразу делаете правильный инструмент и через месяц получаете правильный результат. Но фишка в том, что я получу свой результат на второй день. У меня будет запущенное приложение, рабочее, без Twitter Bootstrap'а, на голых формах, но уже можно заходить, клацать, смотреть, искать баги. А вы на второй день будете только делать Galt Build или Webpack.init, да? А это в чем смысл? В чем смысл? В итоге, если мы запускаем MVP, мы говорим о том, что это минимально жизнеспособный продукт. И мы его должны запускать ровно тогда, когда потом выполняется в основную цель какую-то. И, ну, то есть, в чем разница, если вы говорите, что за месяц... Я запущу его быстрее. Тогда получается быстрее вызвать. Но я на второй день его запущу, этот MVP. Надо потом переделывать, потому что я как-то не знаю, что больше. Просто тут свеча в том, что переделывать не обязательно. Нет, подожди, стоп. Переделывать надо всегда. То приложение, которое ты напишешь, которое ты напишешь, его тоже надо будет переделывать. Я его не переделываю, я его доделываю. Не бывает изначально правильно поставленной задачи. Ребят, я вот все-таки прерву эту дискуссию. Спасибо, Леша. Спасибо, выручил.